С каждым днём приближается время выборов депутатов в Государственную Думу России. Мы продолжаем информировать вас, уважаемые телезрители, о том, как идёт подготовка к предстоящему голосованию. И предвыборная кампания, и сами выборы у нас проходят в обстановке максимальной открытости и в строгом следовании законодательству. Гласность и прозрачность выборов обеспечиваются благодаря соблюдению всех требований, с тем, чтобы были политическая конкуренция и общественное наблюдение. На этих выборах, значит, на 39 участках будут установлены камеры, видеокамеры, которые будут вести запись на протяжении всех трёх дней. Это установит Ростелеком. На остальных 29 участках, там, где не будут установлены камеры, мы уже нашли. Будут установлены видеорегистраторы, компьютеры, видеокамеры, значит, для того, чтобы тоже будет запись идти в течение трёх дней. И поэтому по истечению голосования, если кто-то будет не согласен с результатами выборов, они могут обратиться в территориальную комиссию с тем, чтобы попросить записи, пересмотреть именно правильность голосования. Поэтому я не думаю о том, что кто-то будет заниматься фальсификацией. Почему? Потому что, ну, для этого обучили мы членов комиссии, чтобы честно всё было раз. А второе, каждый знает, что за фальсификацию есть уголовная ответственность. И это никому не нужно из тех членов комиссии, которые работают непосредственно на избирательных участках. Помимо камер на избирательных участках будут, как вы уже сказали, много будет наблюдателей. Наблюдатели от партии, наблюдатели от кандидатов. Широкое применение современных технических средств, в первую очередь видеозаписи, поможет провести выборы на высоком уровне. Созданы все условия, чтобы избиратели, достигшие 18 лет, на основе всеобщего равного и прямого избирательного права при тайном голосовании смогли отдать свои голоса самым достойным кандидатам. Андрей Вишневский, Георгий Калинин, программа «События».